С предыдущих стримов позволили обновить мне стримерский сетап. Надеюсь, что сейчас звук должен звучать лучше, чем в прошлый раз. Это так или мне кажется? Да, хорошо. Хорошо звучите. Ну, хорошо. Надеюсь, что точно лучше, чем в прошлый раз. Так, ну что, давайте, как обещали, включаем. Так, все, всем видно? Да. Окей. Так, ну что, сегодня, как обещали, давайте перейдем к веткам. К веткам, зачем они нужны, как используются. Опять посмотрим немножечко внутрь. В этот раз уже не так много. Так, еще нужно будет захватить пару вещей, которые мы не успели в прошлый раз, но это все в процессе. Так, сначала просто верхний уровень, что вообще такое ветка на пальцах, а потом дальше уже начнем делать там всякие гид и ниты и гид коммит. Значит, ветка. Мы в прошлый раз об этом не говорили, мы концентрировались на коммитах и объектах, но все вроде, я думаю, уже привыкли к тому, что у нас есть коммит, дальше есть следующий коммит, следующий коммит. И таким образом мы ведем историю своего чего-либо исходного кода, еще чего-нибудь. И вот каждый коммит – это некоторое зафиксированное состояние репозитории. То есть вот тут вот внутри, как мы выяснили, находится специальный объект коммит, внутри которого находится специальный объект дерева, внутри которого находится указание к тому, как собирать по каким объектам разные файлы. И, соответственно, вот это вот состояние – это конкретное, точное состояние на нашем репозитории. Дальше мы вносим какое-то изменение, там добавили файл, изменили его и сделали следующий коммит. И вот этот коммит, он уже не просто вот то, что было раньше плюс что-то новое. Это совершенно новое состояние, которое с предыдущим связано только тем, что вот здесь вот в коммите теперь указана такая штука как parent. То есть здесь указан хэш предыдущего коммита. Но сам по себе он содержит дерево, которое содержит ссылки на все-все объекты, включая и все предыдущие, что были раньше. То есть каждый коммит друг от друга сам по себе не зависит. И мы выяснили то, что самое главное, то что каждый коммит и объект, и дерево, все они идентифицируются чем? Уникальным. Хорошо. Хэшем, да. Хэшем, в прошлый раз мы выяснили, что это такая штука, которая уникально идентифицирует содержимое, в случае объекта содержимое файла, в случае дерево содержимое директории, в случае как коммита, все вышесказанное, плюс еще там автора, время и вот это все. Посмотрите, все объекты у нас лежат в папке objects, да? И они с виду бы все одинаковые. А как сам гид отличает объект коммит от объекта дерева? Ему нужно все просмотреть их и внутри понять? Ну вот, на самом деле, сейчас мы поймем, как он это делает, потому что, ну то есть с точки зрения гида объекты, в общем-то, одинаковые, но гиду всегда, естественно, понятно, что объект, а что дерево, а что коммит, потому что мы сейчас увидим, как раз это делается через ветки, то есть вот понятие ветки позволяет гиду понять, что такое коммит, а уже зная, что такое коммит, он может сходить в объект, посмотреть внутрь, найти там дерево, дальше пойти по дереву и найти объекты. То есть вот как раз сейчас будет вот эта вот связь появиться, о которой мы не говорили до этого. Так вот, до этого мы просто брали, вот так вот связывали отдельные коммиты и просто наносили изменения и продолжали, продолжали, продолжали. И мы не задумывались о том, что вот у нас есть какая-то некоторая ветка масти. У меня есть стойкое ощущение, что что-то лагает. А вы у Настя, которая дублируетесь? Это додолжение. Навряд ли. Так, сейчас подождите. Что-то прямо, 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 что так жестко-то? Что так это, как его? Ну ладно. Так, ладно, нам придется, наверное, так и оставить. Так, соответственно, мы в прошлый раз не концентрировались на том, что есть какой-то там мастер. И вот у меня здесь в консольке всегда справа вверху написан какой-то там мастер. Ну сейчас не написан где-нибудь вот здесь вот. Да, вот мы всегда, вот здесь написано название ветки, и мы особо на этом не концентрировались. А теперь вот давайте мы попытаемся понять, что такое, откуда взялся вот этот мастер, что такое ветка, на что он указывает и как выглядит внутри. Давайте создадим репозиторий. Мы двигаемся вперед, поэтому, естественно, сегодня это будет лава 15. Заходим, создаем. И слева, как в прошлый раз, будем смотреть на то, что происходит в директории .git. Вот она у нас есть. Делаем watch. Опять ударим хуки, чтобы они нам не мешали. Так, нет, ремиссер фук. Так, и вот. Вот уже, например, мы можем... Да, вот на прошлой лекции мы концентрировались вот на вот этой вот территории. Эта лекция будет концентрирована вокруг вот этой штуки и вот этой вот территории. Ну из того, что мы уже видим, давайте посмотрим на то, что находится в файлике head. .git.head. В нем написана вот такая вот строчка. То есть это вот буквально просто символы, которые написаны в head. Там написано ref, двоеточие. И дальше refs, heads, master. Кто-то может, наверное, уже начать догадываться, что вот это вот соответствует пути. Видите, да? Refs, heads. Здесь он указывает на какой-то файлик master. У нас пока его нету. Так происходит, потому что... Вот сейчас, видите, мы сделали get и need, и у нас пока нет ни одного commita. Но git уже говорит нам, что мы находимся на ветке master. На самом деле он нас обманывает, потому что так как никакого commita нет, в общем-то еще нет никакой ветки. И поэтому git просто как бы заранее говорит, что вот, ну сейчас вы же сделаете commit, я знаю, и это все станет частью ветки master. То есть вот пока что... Тесно дальше мы вернемся к тому, что такое head. Но пока что вот в этом head лежит указатель на ветку master, который пока нет. Мы сейчас сделаем один commit и посмотрим, что изменится с точки зрения head, с точки зрения того, что находится в директории refs. Давайте сделаем какой-нибудь commit. Так, сегодня мы будем программировать на самом лучшем мире языке. Единственном, который я знаю. Естественно, если вы не знаете Python, ничего страшного, потому что git, как и вам, должно быть все равно на то, что содержится в файлах. Нам просто нужно будет смотреть, как git следит за изменениями. Но сегодня мы будем делать всякие примерчики там, типа с функциями и всем остальным на Python. Просто потому что это так быстрее. И мне не надо будет идти копировать Hello World на C++. Давайте-ка мы вот что сделаем. Мы напишем здесь функцию Hello. Язык Python очень сложный. Я думаю, что, скорее всего, никто не поймет, что здесь делается. Так, и вот эту еще штуку напишем. Может быть, даже кто-нибудь знает, что вот это за такая странная вещь. Пока я пишу. Нет? Так, я думаю, даже мы сможем, наверное, запустить. Класс. Hello. Hello есть. Ну, неважно. Нам главное содержимое файла. Добавляем. Опа. Ну, тут произошло то, что мы уже знаем, да? Добавился объект файла. Если мы посмотрим на него, там будет содержимое файла main.py. Но это уже было в прошлый раз. Давайте теперь мы сделаем commit. Commit минус m. И скажем, что добавили функцию by. Ой, вернее, не добавили функцию hello. By будет дальше. Добавляем. И сейчас следим за тем, что произойдет слева, как в прошлый раз. И... Оп. Так. Добавились старые друзья, да? Один объект, другое дерево, третий – commit. С виду они неотличимые. Но что изменилось? Добавился вот этот вотфайл. Это мы видели в прошлый раз. В нем хранится ваше сообщение, которое вы писали для последнего коммита. То есть вот этот коммит я делал с таким сообщением. И когда я... Если бы я убрал минус m, я отбылся бы текстовый редактор, то я бы редактировал вот этот файл. Ну, и в нем, естественно, хранится то, что в нем в последний раз было. Это то, что мы добавляли в последний коммит. Так. Что изменилось еще? Изменилась директория logs. На нее пока не смотрим. Это такая совсем интересная вещь. Но то, что, очевидно, здесь добавилось... Добавился файлик мастер. Давайте на него посмотрим. Ну да, кстати, давайте еще посмотрим на хэд. Изменился он или нет? А, хэд не изменился. В хэде было написано вот это вот. И раньше этого файла не было мастер, теперь он есть. Давайте на него посмотрим. git, refs, heads и мастер. Кто предполагает, что там находится? Когда я нажму Enter, что мы увидим? Commit. Commit. Понятие растяжимое. Что мы увидим конкретно? Это же файл, он содержит какие-то данные. Ты можешь какой-нибудь хэш на этот коммит? Вот, вот это да, это правильно. Ну то есть, типа, ответ к commit тоже правильный, но нам важен именно указатель на этот коммит, а указатель на этот коммит является его хэш. Поэтому, когда я сделаю вот так вот, то мы увидим, что здесь, внутри этого файла, содержится ровно 40 символов. Да, в прошлый раз, помните, да, мы там посчитали 20 символов по какой-то причине, но их на самом деле 40, и программа нам там правильно говорила, 41, но, в общем, не важно. Короче, здесь хранится, естественно, хэш коммита. Какого? Мы можем посмотреть на GitLog, команда, которая выводит нам историю коммитов, и можем увидеть, что наш единственный первый коммит, он имеет вот такой вот хэш. И ветка мастер сейчас, она указывает на него с помощью того, что в файле refs-heads-master просто находится вот этот вот хэш. Так, он абсолютно уникален. Он указывает на единственный существующий в нашей истории коммит. То есть, если бы коммит там было еще 150, то внутри вот этого вот файла лежал бы просто какой-то уникальный хэш, и это и связывает ветку мастер с конкретным коммитом, и, соответственно, с конкретным вот этим вот объектом 86, 88, то есть вот это вот говорит о том, что вот этот объект — это коммит. Потому что у нас есть... Можно вопрос? Да-да? Помните, вы хотели рассказать, почему хэш разбивается на две части, на каталог и на файл? Да. Кстати, никто не поинтересовался. Это было такое отвлеченное. То есть, GitLog — это не касается, это просто такая общая тема. На самом деле так делают не только в GitLog. GitLog — это не касается, есть подсказка, это касается файловых систем. Может быть, кто-нибудь имеет какую-нибудь догадочку. Нет? Ну, смотрите, окей. Действительно, почему бы нам просто не взять и не положить вот, вот у нас есть директория objects, и брать и просто класть в нее конкретные файлы, то есть один файл, один объект, где имя файла — это полные вот эти вот 40 символов, то есть чтобы в директории objects было просто список файлов. То есть первый файл — 0.2.deb, второй файл — 79.10. И просто создать одну директорию с объектами. Естественно, так было бы всем легче, проще и удобнее, но проблема в том, что количество файлов, находящихся внутри директории, оно ограничено тем, как реализована файловая система. То есть на самом деле для разных файловых систем существует ограничение на количество одновременно находящихся файлов внутри одной директории. А так как в GIT объект создается вообще на каждое изменение файла, то есть как мы выяснили в прошлый раз, если мы сейчас изменим немножко вот этот файл и сделаем git.ld, то он не изменит вот этот вот объект, а добавит совершенно новый, такого же размера, вернее, еще больше, потому что мы что-то к нему добавим. И получается, что на каждое вообще действие GIT добавляет объекты. А плюс, когда мы будем делать кокомит, он еще добавит объект дерева, плюс он добавит еще объект самого кокомита. И как только вы в вашей позитории поживет там типа месяц, пару месяцев, год-два, то этих объектов станет, ну, без преувеличений, сотни, тысячи, а потом десятки тысяч. И в какой-то момент можно попасть в такую ситуацию, что файловая система просто больше не в состоянии сама из-за своего устройства внутри создать новый файл внутри директории. И она скажет типа, ну, извините, конечно, но я просто не могу создать новый файл. То есть это никак не касается GIT, это чистая реализация файловых систем. Ну, смотрите, у нас же все равно внутри одного каталога лежит один файл. И, соответственно, никакой выгоды я не вижу. Нет, нет. Смотрите, как мы решаем эту проблему? Мы создаем внутри каталога еще один каталог, внутри которого будет файл. И теперь, если появится объект с, ну, смотрите, короче, какая была идея... Хэш будет начинаться, если на такие же две цифры, да? Да, то есть если у нового объекта первые две цифры хэша будут такие же, то, естественно, он пойдет вот в эту же директорию и ляжет вот здесь вот рядом с ним. Здесь будет внутри директории 0.2 два файла. Один с именем вот таким вот, из 38 символов, а другой с именем другим. То, что у этих хэшей совпали первые два символа, это просто совпадение. Важно то, что теперь внутри директории объекты не сможет храниться десятки тысяч одинаковых, вернее, разных коммитов. Вернее, не коммитов, а объектов. А теперь внутри директории objects сколько сможет храниться максимум директорий? Два. Ну, 256 вроде. 256, да, потому что у нас есть два места, и каждое из них может быть по 16 разных символов от нуля до f. Ну и, соответственно, получается, да, получается, что их будет... Два восьмой. Два восьмой, да, от 0.0 до ff. Соответственно, внутри директории объекты может быть только 256 директорий, и в каждой из этих директорий будет уже количество коммитов меньше. И, опять же, вероятность того, что какая-то одна директория переполнится, ну, то есть то, что мы будем случайно получать хэши с одними и теми же двумя первыми символами, она невысокая. Поэтому получается, что когда мы будем добавлять и добавлять разные объекты, они будут, ну, типа, околоравномерно распределяться по разным директориям внутри директории объекта. И таким образом мы избежим, ну, по крайней мере, в обозримом будущем, избежим того, что какая-то директория просто переполнится от того, что файловая система больше не может создать ни одного файла. Так, это всем понятно? Я ответил на вопрос? Да, спасибо. Окей, все, классно. Так, да, я про это забыл сказать. Еще, кстати, я там это... анонсировал еще на нулевой лекции вопрос, а что, если хэши совпадут? Я на него так и не ответил. Не знаю, вот сейчас про это сказать или не сейчас. А что будет, если хэши совпадут? Окей, шокирующий, неожиданный вопрос. Давайте я на него отвечу. Ну, во-первых, да, мы не стали углубляться в прошлый раз в то, что у хэш-функций бывают коллизии. То есть, давайте, наверное, вернемся чуть-чуть к этому. Блин, ну вот это слайд-шоу меня напрягает. Я прямо, прямо, прямо совершенно неудобно рисовать. Прямо какое-то страдание. Вот когда я вот так... Блин, слайд-шоу все равно прям жесткое. Так, плохо. Плохо. Так, короче, в прошлый раз мы выяснили, да, что хэш-функция — это вот такая коробочка, да, которую мы просто берем и вбрасываем какой-то совершенно любой там файл, любого размера, просто набор единиц нулей, а он возвращает нам строго, в случае нашей функции ша-1, строго 160 бит. Соответственно, наверное, кто-то, кто шарит за математику, догадывается, да, что какое количество входных объектов может быть у этой функции, какое количество вариантов может быть подано на вход этой функции? Это вопрос. Я думаю, что на него ответ логичный. Сколько разных вариантов файлов может быть подано на вход такой функции? Если она принимает на вход объекты любого размера, просто чтобы это было набор единиц нулей. Сколько угодно. Сколько? Сколько угодно. Сколько угодно, естественно, конечно, потому что мы можем подавать ей, типа, попробовать ей попадать в все файлы размером 1 бит, таких файлов 2, да, 0 и 1. Попробовать попадать ей на вход в все файлы размером 2 бита, 3-4. И размер у нас бесконечный. Поэтому получается, что на вход этой функции есть бесконечное количество возможных состояний. А на выход у нее только 160 бит. Это значит, сколько у нее может быть всего разных состояний на выходе? 2 в степени 160. 2 в степени 160. Соответственно, 2 в степени 160, оно чуть меньше, чем бесконечность, да? Это значит, что существует ненулевая вероятность того, что слева вот здесь вот будет подано 2 разных файла, но они пройдут через хэш-функцию, и так как ее область, чего там называется, область определения, да, y, или область значения, нет, область значения, да, да, ну, у меня по математике 3, так что, да. Короче, ее область определения, она, она конечна. То есть это всего лишь 2 в 160 варианта. Опять же, конечно, всего лишь, на самом деле, это не всего лишь, а миллиарды, миллиарды, миллиардов, и это очень много. Но вероятность есть того, что мы подадим 2 разных файла, а хэши у них будут одинаковые. Как с этим жить? То есть действительно, это настоящая правда. То есть никаких чудес. Есть вероятность того, что вы сделаете коммит, и он даст вам один хэш. А потом вы сделаете следующий коммит, и он даст вам такой же хэш. Ответ на этот вопрос, он в двух частях. Часть первая. Да, коммиты могут совпасть, но вероятность совпадения настолько мала, что никто не верит, что это когда-нибудь случится. Я не шучу. То есть, типа, все программисты, которые используют гид в миллионах своих репозиториев и уже десятками лет, они все верят в то, что хэш никогда не совпадет. Просто верят, понимаете? То есть это вера. Ну, то есть, если подходить с учреждением математики, то есть какой-то такой, короче, на такой рфлоу есть такое хорошее объяснение, как вам представить, какова вероятность того, что два случайных коммита внезапно дадут один и тот же хэш. Так вот, короче, если взять Луну, та, которая естественный спутник Земли, у нее что-то типа 10 в 38-й степени этих, она состоит из 10 в 38-й степени атомов. И если взять 10 одинаковых лун, то есть получается у нас 10 объектов, каждый из которых состоит в 10 в 38-й, и вот мы берем из какой-то случайной Луны наугад случайный атом, а потом мы берем и второй рукой точно так же среди оставшихся 9 лун выбираем случайный атом, и вот вероятность того, что хэш коммита совпадет, она такая же, что вот эти два атома, взятые наугад из разных лун, что это одни и те же атомы. Ну, то есть вы понимаете, да, 10 в 38-й это много, я общаю. И вероятность того, что вы два раза возьмете и угадаете, что это будет один и тот же атом, она, ну, короче, не то, что несущественная, грубо говоря, ее нет. И поэтому все в мире живут сознанием того, что, ну да, вероятность есть, но она настолько мала, что это даже не 10 там, типа в минус десятый, это 10 в минус там, что-то там, типа тридцать девятый, сороковой, ну, короче, очень-очень мала. И поэтому все спят спокойно с сознанием того, что, скорее всего, этого не случится. Но, так как здесь все инженеры, то инженеры не могут полагаться на то, что, скорее всего, это не случится. Что же будет, если на самом деле это случится? Конечно же, этого не случится, но что вдруг, если это будет? Короткий ответ, все будет плохо. То есть гид не проверяет и, в общем-то, и не может проверить, вернее, может, но не делает. Короче, если у вас совпадет хэш, то там бывает, типа, около 10 разных ситуаций, до того, как это, типа, какой будет результат в вашем репозитории. Но все эти ситуации приводят к тому, что в вашей репозитории становится сломанным. Потому что для гида, как мы выяснили в прошлый раз, важен не путь к файлу, а важно его содержимое, которое он определяет по взятию хэша от этого содержимого. И если так совпало, что два разных содержимых дали один и тот же хэш, для гида это один и тот же файл. И поэтому он подмену не чувствует. Если это реально хэш-коллизия, то в вашей репозитории будет сломан. Он будет сломан не сильно, естественно, его можно будет починить. Но идея в том, что действительно, если вы с таким столкнетесь, то вам придется делать некоторое ручное вмешательство. Тут, кстати, очень важно вспомнить в прошлый раз, вот кто-то говорил, что, типа, что если у нас будет файл, который даст один и тот же хэш, и... А, помните, когда мы добавляли два одинаковых файла? У нас был first.txt и first.clone.txt. И мы делали на первый файл git.rd, и он добавлял сюда объект. А потом мы делали git.rd на first.clone.txt, и он не добавлял объект. Потому что это одинаковые файлы, у них получился одинаковый хэш, и гид уже видел, что у него объект с таким хэшом есть. и кто-то сказал, типа, ну, наверное, гид же может перезаписать этот объект. И вот это как раз то, с помощью чего гид защищается от коллизии на немножко. То есть он все равно сломается в случае коллизии, но, по крайней мере, на немножко он защищается. Когда вы добавляете файл, от него посчитался хэш, задается объект с именем в виде этого хэша, и туда кладется содержимое этого файла. И если вдруг появляется второй файл, который дал такой же хэш, то он никогда не перезаписывает объект. Опять же, видите, гид — это append only. То есть мы никогда ничего не удаляем и никогда ничего не изменяем. Гид только добавляет. И поэтому, когда появляется файл, который возвращает тот же хэш, вне зависимости от того, тот же самый это файл, или просто нам все-таки удалось с этой невероятной вероятностью получить хэш к коллизию, гид не перепишет второй раз ваш новый файл. Он оставит в виде объекта старый файл. В вашей позитории сломается, но сломается не до конца. То есть вы не перепишете старое. Вот. Поэтому, короче, в чем-то гид вас немножко защищает от к коллизии. Но в целом все в мире уверены, что этого никогда не случится. И вам я могу тоже как бы не то чтобы гарантировать, но точно вам говорю, что, скорее всего, этого не... Вот такая вот тетяная сетяна. Сама функция SHA1, она надежная, хорошая? Может, лучше использовать? Ну, смотрите, ну, короче, вопрос сложный, что такое надежная и хорошая в зависимости от того, как она используется. Это, как я говорил в прошлый раз, вам хорошо расскажут на курсе по защите информации того, как хэш-функции вообще отличаются, что от них нам как инженерам хотелось бы, что такое хорошие хэш-функции, что такое плохие, какие у них есть вот эти вот показатели хорошести. Но в целом так, типа, по идее, вы можете понять уже сейчас, что. Что даже если, например, вот есть такая функция SHA256. Господи, это невозможно, блин, просто лагает страшно, я не могу писать. Она делает то же самое, то есть она принимает объект любого размера, пропускает его через свою мясорубочку, но ее результатом становится не 160-битный хэш, а по-моему, хэш длиной 256 бит. Вот я могу быть, давайте мы все-таки проверим, а то я сейчас кого-нибудь обману. По-моему, 256 бит так и есть. Ну да, я думаю, что они не стали бы называть ее SHA256, если бы выход был бы не 256 бит, да? Но вероятность есть, а я кого-нибудь обманую, а потом все будут смеяться, но опять я так не могу. Кто быстро видит, что у нее на выходе? Блин, ну че, че? Выше вроде было. Ну вот, да, вот, видите, у них дайджесты, и вот здесь, короче, бывают разные семейства SHA, ну да, естественно, короче, их число в конце указывает количество бит, которые на выходе получаются. Ну, короче, я к чему? Важно то, что в любом случае количество битов, которые эта функция возвращает, да, даже там, типа, здесь же там, типа SHA512, да, она возвращает не 160, не 256, а 15 бит. Соответственно, у нас получается справа больше вариантов. В этом случае 2 в 256, да, в этом случае 2 в 512, да, это все расширяет нам область определения этой функции. Но, естественно, это всегда, всегда будет меньше, чем бесконечность. Поэтому коллизии неизбежны. То есть, какую бы хреш-функцию вы не использовали, с каким бы количеством выходных битов, это все равно будет конечное число, оно всегда меньше, чем бесконечное количество выходных по пайлу. Поэтому с точки зрения ГИТа, то, что мы будем использовать SHA1 или SHA26 или SHA12, это неважно. Вероятность коллизии все равно есть. Да, она меньше с SHA26 или SHA12, но она все равно есть. И вы все равно можете гипотетически наткнуться на это. Скорее всего, это никак не случится, но возможно. Поэтому в ГИТе давно используют SHA1, и там очень много было насчет этого на самом деле обсуждений, типа, давайте перейдем на SHA56. Многие до конца не понимают, что лучше не станет, потому что особо смысла нет. Сейчас там вроде вот буквально там пару месяцев назад были уже эти бета-версии ГИТа с поддержкой SHA26, но, короче, глобально проблему это не решит. Вероятность коллизии все равно останется и от нее никуда не деться. Вот как-то так. Так, надеюсь, что с этим все понятно. Ладно, давайте вернемся к веткам. Так, да, я ответил на все старые вопросы, на которые я обещал. Так, давайте перейдем к веткам. Окей, все классно. Мы создали коммитик, мы создали файлик, написали сообщение. И что теперь с нашими ветками-то? Теперь как у нас выглядит репозиторий? У нас есть один коммит. Шокирующее слайд-шоу продолжает меня шокировать. Этот коммит, он начинается на 86-88-12. 86-88-12. Так, и... 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 И нет, давайте лучше не так. Как происходит вообще указание? Смотрите, у нас в директории .git есть файл head, внутри которого написана строчка refs slash heads, по-моему, там дальше. refs slash heads slash master. А уже вот в этом файлике refs headmaster, в нем лежит длинный длинный хэш, который начинается с 86-88, что-то там, который и есть указательно вот этот вот коммит. И на текущий момент у нас есть ветка, которая стоит из одного коммита, и связь вот этой вот ветки master с коммитом, это то, что просто есть файлик, внутри которого лежит вот этот вот хэш, и он просто на него указывает. Зачем в таком случае нужен head? Head нужен для того, чтобы показать, какая ветка текущая, то есть какой веткой мы сейчас работаем. То есть сейчас дальше мы увидим, когда мы будем задавать новую ветку и переключаться с одной ветки на другую, мы увидим, что как раз-таки вот эта вот активная текущая ветка, она зависит от того, куда указывает head. То есть вот то, что сейчас нам показывает вот эта вот штука, и то, что нам показывает git status, он говорит, вы находитесь на ветке master. Не потому, что у нас там есть ветка master, мы увидим, что сейчас здесь могут появиться новые ветки. он говорит нам, что мы находимся на ветке master, потому что текущая ветка содержится в файле head. В файле head содержится вот этот путь, который ведет нас к файлу, внутри которого содержится уже, естественно, коммит, который является адресом вот этого объекта коммита, а он уже дальше внутри себя, как мы смотрели в прошлый раз, внутри него будет дерево, а внутри дерева будет блок. Вот, соответственно, на текущий момент у нас просто есть файлик и один коммит. Давайте теперь добавим еще один к коммит и посмотрим, изменится ли что-нибудь и добавится ли что-нибудь слева еще. Как мы это сделаем? Мы пойдем и поредактируем файл. добавим функцию байл. Также пишется байл в смысле прощай, да? Надеюсь. Так, добавили, смотрим на div. div говорит, смотрите, вы добавили вот такую вот часть. В прошлый раз мы не успели посмотреть, какие бывают разные, какие бывают разные способы посмотреть div. Тут нам нужно немножко вернуться, это долг прошлого раза. Как вы помните, у нас есть три основных объекта таких типов, ну и то, что про объекты, пространство, да? Наше пространство первое, это рабочая директория, working directory, это просто наша директория, которая находится на файловой системе, которая лежит в файлы. Потом у нас есть особая область, которая называется индекс, она же stage. Так, короче, сейчас мы неизбежно будем перезапускать стрим, потому что, мне, скорее всего, нужно будет скинуть настройки стрима, чтобы перестало быть слайд-шоу, потому что это невыносимо. Так, коммиты, это уже там, где будут храниться сами объекты коммитов. Так вот, значит, сейчас у нас здесь есть файлик main.py, да? Когда мы делаем git.td, как мы помним, да, мы добавляем вот этот файл в область stage. Здесь появляется объектик, у него появляется хешер, и внутри него содержится содержимое объекта main.py, да? А когда мы сделаем git.commit, то создастся уже коммит, то есть объектик, который содержит там дерево, содержит блок, то-то-то. Что делает git.dif? Между чем и чем нам показывает разницу git.dif? Он же нам говорит, что вот это добавилось. Добавилось относительно чего? Вот между чем из вот этих вот трех объектов делает разницу div? может быть между последним коммитом и текущей кучей файлов? Да. div, когда мы делаем его просто без аргументов, то есть когда мы говорим просто git div, он смотрит на разницу между тем, что сейчас мы дописали нового, то есть у нас же раньше было закомичено вот сюда вот файл main.py с содержимым в виде только функции hello. Мы дописали by, и теперь вот этот файл, который находится у нас в рабочей директории, он отличается от того, что лежит вот здесь. Но еще он отличается от того, что лежит вот здесь. Потому что смотрите, когда мы делали add, мы делали add файла main.py и внутри него вот здесь вот было пока что только hello. И вот сюда закомичен вариант только с hello. Теперь мы отредактировали main.py, main.py теперь другой. Вот в этом main.py содержится теперь функция by. Смотрите, теперь вот этот main.py с функцией by, он отличается и от вот этого, потому что здесь, когда мы делали add, там в объекте было только hello. И от вот этого, который был в коммите. Так от чего, вернее так, так между чем и чем делали разницу git div? Обязательно ли, что он ищет разницу между тем, что есть у вас рабочие директории и между тем, что есть у вас в коммитах? Потому что, смотрите, сейчас git div будет одинаковый, даже если мы сделаем div между вот этим и вот этим, и даже если мы сделаем git div между вот этим и вот этим, потому что и там, и там у нас hello, а в рабочей директории у нас сейчас by. Как вы думаете, git div показывает разницу между вот этими двумя или вот этими двумя? Как он в стейджу узнает, что это тоже имя? Ну, да, кстати, мы на прошлый раз не заметили, у нас же есть файл индекс. Вот этот файл индекс, он точно так же содержит вот это вот то, что сейчас находится на стейдже. Видите, здесь точно так же, опять же, если там это разжать, расшифровать и все вот это вот распаковать, как это упаковал git, но вот сейчас все, что находится в индексе на стейдже, то есть, все, куда мы делаем git add, оно сначала попадает в файл индекс. То есть, у нас есть три места. Первое место это просто вот наш файл, второе место это git индекс, а третье место это уже коммиты, то есть, просто объекты внутри территории objects. Давайте расшифруем содержимое этого файла. Я не могу сходу этого сделать, потому что я сомневаюсь, что он просто сжат, я думаю, что там еще будет какой-нибудь этот, я думаю, что там будет какой-нибудь еще формат. Видите, он говорит, что то, что я вижу на выходе не является, ну, короче, я не могу распознать формат. Я думаю, что сначала git накладывает свои какие-то штуки. Gitcat файл тоже не сработает. А? Gitcat файл тоже не сработает. А gitcat файлу нужно передавать на вход имя объекта, ну, то есть, хэш 40-симбольный, а у индекса нет хэша, это особая такая буферная зона. На самом деле, мы можем узнать между чем и чем делает div между рабочей директорией и коммитами или между рабочей директорией и индексом с помощью эксперимента. Смотрите, если мы сейчас сделаем git add мы же добавим новую версию вот этого main вот сюда вот. Понимаете, да? У нас создастся новый объект, внутри которого будет и hello, и buy. И если мы после этого сделаем git div, то если div делается между этими двумя, то разницы не будет. Так? А если div делается между этими двумя, то разница останется. Это всем понятно? Да. Ну, давайте проэкспериментируем. Можно еще такое? Когда мы, например, изменим много файлов, а потом пишем git status. Git говорит, что изменились такие-то файлы. Это он от каждого файла по порядку хэш-суму считает и сравнивается или как? Естественно. Он смотрит на файлы, берет от них хэши и понимает, что оно не совпадает с тем, что есть у него сейчас. Есть у него в индексе, есть у него в коммитах, в зависимости от того, как вы делаете git status. И, естественно, так он и понимает, что они изменились. Это же долго. Ну, это на самом деле не так, чтобы долго. На современных процессорах это было бы быстро. То есть там тоже может произойти коллизия, и он может подумать, что файл не изменился. Да, но я очень сильно вам рекомендую не думать о том, что коллизия произойдет, потому что она не произойдет. Прямо с вероятностью очень-очень высокая. Ну, короче, да, естественно, это может быть, но, скорее всего, этого не будет никогда. Так вот, давайте делаем git add. Можем этот файлик или можем эту точку, неважно. Так, сделали. Естественно, у нас добавился новый объект. Теперь у нас вот сюда, вот, в индекс добавился этот файл. И теперь давайте посмотрим на div. Посмотрите, вы говорите, в индекс добавили, добавился, а индекс-то там не изменился никак. А, ну, смотрите, мы же на содержимое индекс уже не смотрели. На самом деле, индекс изменился. Если вы помните, предыдущий индекс выглядит по-другому. Да-да-да. Вот, индекс изменился, добавился объект, но пока еще не добавился commit. То есть, сейчас изменился индекс и добавился объект, в смысле, сам blob. Но пока еще не появился commit. Вот здесь вот. Ну, потому что мы не делали commit. Соответственно, давайте сделаем git div и посмотрим. git div как известно, если в unix'ах какая-то команда возвращает вам это значит, что все хорошо. В случае git div это значит, что разницы нет. Что это значит для нас? Когда мы делаем git div, он делается между чем и чем? Commit. Получается, между этой буферной зоной и вот этим полемом. Да, вот это на самом деле такая важная вещь, я ощущаю с самого начала, что на самом деле git div делается между вот этим и вот этим. То есть, вот разница между тем, что сейчас у вас есть реально на файловой системе и тем, что вы добавили. Не тем, что вы закоммитили, а тем, что вы добавили. Вот, что показывает git div. Поэтому, если вы что-то добавили уже, то есть, сделали add, то git div ничего не покажет. Хорошо, а как же нам узнать тогда, вот сейчас, когда мы добавили, как нам сделать div между вот этим вот и вот этим. Все-таки мы же хотим узнать. У div есть такой параметр, можно сказать, git div и передать ему вот здесь вот в качестве параметра. На самом деле, сюда можно передать любой коммит. Вот, например, давайте посмотрим на git log. На нашем случае у нас всего один коммит. Если мы хотим сравнить разницу между тем, что у нас есть сейчас в рабочей директории и тем, что было в каком-то коммите, мы можем просто написать вот этот вот коммит. В данном случае мы можем вставить сюда полное его имя, но на самом деле git работает и по первым сколько-то там шести символам коммита. Оп. И видите, да, что нам делает git? Он показывает нам разницу уже в сравнении с тем, что закоммичено, то есть прям там внутри объектов, прям вот с этим вот коммитом 8688, вот с этим вот. Еще git-див может делать это... Собака, там собака, видите? Да, вижу. Сравни, чем у нас. Это такой способ коротко указывать... Смотрите, сейчас вред скажу. Чтобы не указывать коммиты, вот так вот прям их полными именами, можно указывать особые такие символы, которые понимает git. git. Например, git понимает особый символ head. Смотрите, если мы сделаем git-див head, мы увидим то же самое. Почему? head указывает... Ну, head указывает... что? Для него лежит вот этот вот самый 8688 и так далее. Refs head master. Хлоп. И получается, что вот это вот, это просто такая красивая запись вот этого вот. Просто так получилось, что head указывает на мастер, который в свою очередь указывает на определенный коммит. и чтобы делать это еще быстрее, есть такое сокращение собачка. Собачка это просто эквивалент слова head. То есть, это просто такой способ покороче указать просто слово head. Если мы сделаем git-див собачка, мы увидим то же самое. То есть, собачка это одно и то же что и head, но head это то, что это то, куда сейчас в текущий момент указывает вот эта вот ветка, на которую мы смотрим. Это важно, потому что дальше мы увидим, что на самом деле с этой собачкой можно делать еще всякие интересные штутухи, и это будет нам очень полезно в дальнейшем сегодня. А можно вопрос? А вот когда мы делали просто git-див без всего, он сравнивал с последним файлом, который был добавлен в эту буферную зону, так? Да, да. То есть, вот когда мы делали git-див, вот видите, я нависал стрелочки, он смотрел на разницу между файлом, лежащим у вас здесь, и тем, что лежит внутри индекса. То есть, никак не связано с амитами, с хэдом, с мастером, никак. Он делал разницу между тем, что было, на что было сделано ADD, а на что не было. То есть, если вы изменили файл, но не делали на него ADD, то git-див вам покажет, потому что вы еще не сделали ADD этого файла, и он видит предыдущую версию этого файла, которая была в прошлый раз закомичена. Если вы сделали этого файла ADD, то вы делаете div, ну естественно, оно одинаковое, потому что команда ADD делает именно это. Берет файл отсюда и его копирует к себе внутрь. Соответственно, после того, как вы делаете после этого git-див, он показывает вам, что разницы нет, потому что вы только что сами его копировали. Но, чтобы посмотреть разницу между тем, что было в кокомите, и тем, что у вас находится в директории, то есть разница между вот этим и вот этим, можно сделать git-див и здесь надо указать имя комита или хэд или собачку, если вам нужен хэд. Либо можно указать имя комита, причем вообще любого. То есть не обязательно, чтобы это была какая-то ветка, не обязательно, чтобы это был последний комит. Вы можете сделать диф своего текущего состояния вообще с комитом, который был там три комита назад. И мы, кстати, будем сегодня так делать. Вот. И у нас остался один последний диф, который мы не делали. Вернее так, как посмотреть разницу между тем, что находится вот здесь и тем, что находится вот здесь. В практике, например, мне такого не встречалось чтобы узнать диф между тем, что находится сейчас внутри комита и тем, что находится внутри индекса. но такой способ тоже есть. Это делается с помощью git-див и ключик минус-минус стейджд. Стейджд. Да? А, нет-нет. Отмена. Минус-минус кэшд. Кстати, по-моему, минус-минус стейджд тоже работает. Минус-минус кэшд. Вот мы можем, кстати, у нас ее сделать. Мы что-то увидим в нашем случае. Есть разница. Вот видите, есть стейджд, есть кэшд. Это, по-моему, одно и то же. Вот у нас сейчас здесь рабочие директории измененные, файл. Мы уже сделали на него адд, теперь он здесь. У нас будет диф между вот этим вот и вот этим вот? Ну, да. Ну, давайте посмотрим. Да, естественно, он будет, потому что мы добавили его, а коммит еще не закоммитит. Вот, это, на самом деле, я собирался, это была часть предыдущей лекции. Вот эти вот три разных дифа. Очень важно понимать, что обычный диф делает диф между директорией и индексом, а не коммитами, потому что, ну, как-то, типа, есть ощущение, что было бы логично сделать между типущей директорией и коммитами, но нет. Если вам нужно сделать между текущей директорией и ккк коммитом, вы бы указываете git div, а дальше указываете имя ккк коммита, либо какого-то какого-то отдельного коммита, либо хеда, либо вот хеда через собачку, неважно. И если вдруг вам понадобится разница между ккк коммитом и индексом, то есть вот такая вот команда git div-minus cached или git div-minus cached. Я практически уверен, что это одно и то же. Потому что вот эта вот область, как я уже говорил, она называется тремя разными словами индекс, стейдж и кэш. И вот все вот это одинаково относится к именованию вот этой вот бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу эфирной зоны. Так, ну что, прошел час, давайте сделаем небольшой... Да-да, давайте сейчас сделаем перерыв. Да, давайте вопрос и перерыв, чтобы я смог перезапустить. Вопрос в общем-то простой. Если я добавляю файл, затем его меняю, но не комминчу. И еще раз его добавляю. Он просто перезапишется в стейджах. Он просто перезапишется в индексе, да. Так, окей, давайте тогда сделаем перерыв на минуточек 3-5, потому что я хочу перезапустить стрим, попробовать сделать, чтобы не лагало, а то, походу, у меня процессор не справляется. Так, окей, тогда минутки 3 отдыхаем. Так, давайте попробуем это выключить. Сим- 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 Сим-